Друзья, всем большой привет! Это EdScriber и сегодня у нас обновленный топ 5 игровых телефонов. Я как раз хотел порекомендовать вам одну замечательную игру, это футбольный менеджер под названием Футбольный Легион. Суть игры заключается в том, что вы играете за менеджера или главного тренера команды. Вам предстоит подниматься с самых низов и завоевывать кубки мирового уровня. Тут, друзья, все по-серьезному. Вы выбираете состав, тактику на игру и так далее. Определяете уровень силы и тактику своего соперника, далее вы ждете игры и видите результат своей игры. Не обращайте внимания сильно на графику этой игры, потому что в менеджерах, как вы понимаете, не суть важна графика, а именно ваше стратегическое решение в той или иной ситуации. Раньше я залипал в подобные менеджеры и сейчас подсел на этот, потому что он не занимает много времени и суть игры приближена к реальности. То есть вы можете проходить один сезон, ну по сути, почти что целый год. В общем, все ссылочки, друзья, в описании под этим видео и вот здесь сверху тоже выползет одна ссылочка. Есть, кстати, приложение для Android смартфонов, а также можно играть непосредственно на сайте. Переходите, друзья, и обязательно регистрируйтесь. Для многих сегодня немаловажен телефон, который хорошо играет в современные игры. И не у всех есть деньги на мощный игровой телефон или текущий флагман этого года. Хочется, чтобы и поиграть было можно без проблем и ценник был не такой завышенный. Как раз и об этом наш топ. Основные категории, которые мы сегодня будем разбирать в отношении каждого телефона. Это первое, процессор, второй, видеоускоритель, третье, оперативная память, четвертое, сколько он выбивает в Antutu, пятая, емкость батареи и шестое, величина экрана для удобства играть. Итак, друзья, погнали. Пятое место. Друзья, нежданчик 360 N7 Pro. Да, это просто бешеный китаец, который работает на 710 Snapdragon, новейший, свежайший чип, очень быстрый, видеоускоритель Adreno 616, 6 ГБ оперативки типа LPDDR4X. И, внимание, друзья, батареечка на 4000 мАч. Согласитесь, не всегда встречаешь такую комбинацию с такой отличной батареечкой. Если честно, я даже не знаю аналогов такой комбинации. Пятое, это экран 5,99 дюймов, Full HD+, разрешение, но не торопитесь, друзья, делать выводы. Телефон с отличными показателями, но почему он стоит только на пятом месте? Все дело, друзья, в прошивке. Официально глобальной прошивки нет и в наших странах неизвестно, когда они появятся. Возможно, есть какие-то кастомы, но на них надеяться не стоит. Я его включил в топ, потому что у него очень достойные характеристики и ценник около 290 долларов. На самом деле, очень оригинальное решение. И если появится глобалочка, то это, друзья, будет просто космически отличный аппарат. Четвертое место. Asus Zenfone Max Pro M1. Да, это многим знакомый телефон. На самом деле, это прорыв от компании Asus. Большое вам спасибо, что вы сделали такой отличный телефончик, который работает на 636 Snapdragon. Отличный чип. Так скажем, видеокарта у него Adreno 509. Есть либо 4, либо 6 гигабайт оперативной памяти. Типа LPDDR4X. Вся эта комбинация в Antutu выбивает приблизительно 116 тысяч бэмчмарок. И батареечка, обратите внимание, на 5000 мАч. Вот это действительно поворот. Экран отличный. Full HD разрешение 599. Все необходимое для игр есть в этом телефоне. Asus Zenfone Max Pro M1. Прекрасно сбалансированный телефон. Голый Android. Прозводительное железо. Емкий аккумулятор. В тонком корпусе. Отличный экран. Отметим, что у него есть и чип NFC. Все это по доступной цене. И это, конечно, отличная идея. И при том недорогой. Версия на 3.32 в официальной рознице продается около 13 990. А 4.64 около 16 000 рублей. Или в целом, так скажем, около 200 долларов. Плюс-минус, друзья, цены всегда меняются. Поэтому здесь конкретно говорить мы не можем. Итак, это заслуженное четвертое место. Третье место, друзья. Honor Play. Да, телефон предназначен для того, чтобы играть в игры. О чем говорит само его название. Тоже новиночка этого года. Работает он, конечно, на другом процессоре. Это процессор компании Huawei Kering 970. Топовый процессор на данный момент. Видеоускоритель Mali-G72MP12. 4 гигабайта оперативной памяти неизвестного происхождения. И вся эта комбинация в Antutu выбивает около 210 000 баллов. На самом деле, вот показатели в Antutu у него хорошие. Но видеоускоритель на данный момент, наверное, будет проигрывать другим топовым производителям от компании Qualcomm. Батарея отличная. Она 3750 мАч. Ну и экран тоже не стыдный. 6,3 дюйма. Full HD разрешение. Летом этого года был анонсирован Honor Play. И вместе с ним технологии GPU Turbo. В сети вы можете прочитать множество информации по этому поводу. Прирост скорости, понижение энергопотребления и так далее. Все это, конечно, только хорошие заголовки или слова. На деле, в играх ограничивается максимальное количество FPS в угоду стабильности кадров. То есть, если раньше в игре FPS скакал от 25 до 40, как был достаточно большой перепад, то сейчас технология GPU Turbo будет находиться в районе от 30 до 34 кадров в секунду перепад. То есть, перепад будет совсем маленький. Кроме того, теперь патчи отсутствуют микролаги. Но всем конкурентам на чипе Adreno, и приблизительно, если сравнить его с 835 драконом, конечно же, он проигрывает. Учитывая, что на данный момент это самый топовый чип от компании Huawei, и ценник приблизительно 290 долларов. И, в принципе, это тоже очень даже неплохой вариант. Далее, второе место, Mi Max 3. Конечно, у него процессор похуже, но у него есть явные преимущества. Итак, начнем с процессора. Тут Snap 636, видеоускоритель Adreno 509, 4 либо 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Вся эта комбинация в Antutu выбивает около 118 тысяч так называемых попугаев. Но прелесть в чем? В том, что здесь батареечка на 5500 мАч, здоровенный экран 6,9 дюймов, Full HD разрешение. Главным достоинством Xiaomi Mi Max 3 стал 7-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Соотношение сторон 18 к 9. Устройство с таким дисплеем подходит для просмотра видео, игр и прочих развлечений. Поэтому в нем установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 636 с графикой Adreno 509. Для того, чтобы пользователь реже задумался о заряде батареи, здесь установлен аккумулятор на 5500 мАч. И ценник тоже радует около 260 долларов приблизительно. Итак, заслуженное второе место Mi Max 3. Ну и первое место, друзья. Кто бы мог его занять? Не надо быть профессионалом. Это, конечно же, Pocophone F1. Работает он на замечательном 845 Snapdragon, видеовоскоритель Adreno 630, оперативной памяти либо 6, либо 8, типа LPDDR4. И пока идем, друзья, по максималочке. В Antutu он набирает около 265 тысяч баллов. Батарея замечательная на 4000 мАч. Экранчик отличный на 6,18 дюйма. Поэтому все пока что в топ. И так, друзья, свершилось. Сошлось все в одном месте. И даже если бы нам год назад сказали, что вы сможете купить телефон на топовом процессоре, с хорошей оперативкой, с хорошей батареей, с отличной оптимизацией и великолепным экраном, то вы бы, наверное, не поверили, если бы вам сказали, что ценник его будет около 270 долларов. Но, друзья, это произошло, поэтому ликуйте, любители, поиграть. Также на одном видео, которое есть на моем канале, было показано, что жидкостное охлаждение у этого телефона все-таки есть. Поэтому троттлинг минимальный. И в целом можно сказать, что это однозначно игровой телефон. Он тянет все, что только возможно, на максималках. Поэтому заслуженное первое место Pocophone F1. А чтобы ты добавил в этот топ, пиши обязательно в комментариях. Вообще пиши любой комментарий, что тебе только в голову придет. Если ты еще не подписался на этот канал, то обязательно подпишись. Воспользуйся этой возможностью. Ставь лайк этому видео, жми на колокольчик и все будет окей. Друзья, всем пока, всем хорошего настроения. С вами был я, Эд Скрайбер. Субтитры сделал DimaTorzok